Давайте разберем ваш вопрос. Значит, встречаемся год, пишите вы больше интимные отношения, чем чувства, брака не хочу, еще не развелась в прошлом. Две недели назад решили слетать отдохнуть, оплатили каждый за себя шикарный отдых в Индии. Но там тратили много, оплатил мужчины, смеялись, что потели пополам, по приезду, работа, завтрак, встреча, ужина. Все отлично, вот сегодня бросает мне сумму, что мы там потратили, и как-то стало противно. Сегодня ужина не хочу, вообще больше не хочу. Или я ошибаюсь, и не стоит терять тех эмоций, что я получаю от встречи. Ну, для взгляда со стороны, очевидно, нужно больше информации, нужно больше информации про вас. Вот, про вашу личность, про ваши психологические портреты. Ваша ситуация в целом с вашим настоящим мужчином, с которым вы еще не развелись, с вашими ценностями и так далее. На мой взгляд, ситуация заключается, скажем так, глобальным следующим. Вот именно глобально ситуация заключается в следующем. Был один контекст взаимоотношений или, может быть, даже взаимодействия. Один контекст взаимодействия был. Между вами и мужчинами. Этот контекст взаимодействия Начал претерпевать изменения, Которые у вас выражались в юморе. Что такое юмор и смех в данном случае? Это защита. То есть, то есть, чего-то я прямо сказать не могу. Чего-то я прямо сказать боюсь. Не считаю уместным, опасаюсь, может быть. Но, через смех, через юмор, сказать, в принципе, можно. Это вы, это вы, собственно, делаете. Но, когда это принимает реальные формы, То овалом становится неприятным. И хотелось не так. Скорее всего. Хотелось, ну, как-то вот. По-другому. Очевидно. И, наверное, ожидания были другие. И выясняется, что что-то уже не так. Но обговорить это, Поговорить об этом Возможности как-то Особо нет. И стараемся против. Это, конечно, вскрывает элемент того, Что ваши отношения не такие, может быть, мужчины доверительны. Они легкие, может быть. Они Не напражнены для вас. Они удовлетворяют вашим, Может быть, попребностям. Но Несмотря На то, Что попребностям вашим они удовлетворяют. Несмотря на это Получается все же Как будто бы так Что удовлетворяет, то не удовлетворяет, Но вот Не Полно, не полностью Чего-то вам Хочется По-видимому Еще. Еще. И это На мой Взгляд Нормально. То есть, нормально Что Что-то изменилось, нормально Что Что-то стало по-другому Но Но вы не знаете По-видимому Как об этом Человеку Сказать Может быть Вы рассчитывали на то, что Человек сам догадается Может быть Вы Не придали чему-то значение Что было для вас важным Но Тем не менее Это Повлияло И Данная история Данный подход Данное Данное поведение Не является Скорее всего Чем-то разовым Чем-то Уникальным Данный подход Скорее всего Вами Используется Используется Вами Данный подход Скорее всего Не только В Этих отношениях Но Используется Вами Данный подход Скорее всего И в других Отношениях То есть В отношениях С Предыдущим Музем Или Настоящим Музем Я вот Этот момент Не очень понял Поэтому Тут Могу Быть Не прав Понимаете Да? То есть Ситуация Несколько Более Глобальна Чем Может Вам Видеться Сейчас И Рассматривать Ее Эта ситуация Тоже Нужно Глобально А не Вот Так Как Вы Это На мой взгляд Пытаетесь Преподнести Вы Пытаетесь Это Преподнести Так Что Это Вот Какой Такой Особый Случай Я Так Не Думал Знаешь Не Обижайтесь Но Если Было Было Двадцать Двадцать Лет Тогда Может Быть Я Не Думаю Что Вам Двадцать Лет Я Думаю Что Вам Побольше И Соответственно Если Мы Допускаем Что Вам Побольше То Это Не Уникальный Случай А Система И Вот С Системой В данном Случае И Нужно Как Мне Кажется Работать Естественно Большой Вопрос Хотите Либо Работать Естественно Большой Вопрос Интересно Либо Разбираться Себе Своей Жизни Своих Отношений Ну Вот И Конечно Первый Ответ Или Первая Мысль Которая Возникает Она Конечно Покая Что Нет Не Надо Терять Эмоции Не Надо Терять То Что Вы Сейчас Имеете Но В конце Концов Как Мне Кажется Решать Вам То Вы Решаете Нужны Вам Эмоции Или Нет Нужны Вам Эти Отношения Которые Вот Такие Которые Только Вы Сами Никто Больше Я Не думаю Что Для Вас Это Прямо Таки Новость Отношения Что Я Сейчас Говорю И Как правило Человек Знает Как Ему Собавиться Но По Той Или Иной Причине Человек Как-то Вот Себе Например Ну Признаться Либо Боится Либо Не Хочется Либо Обветственность Как-то Пугает Еще Какие-то Могут Быть Истории Не Самые Приятные Вариантов На самом Деле Много И Мне Кажется Что Разобраться В себе Вам Конечно Нужно Сейчас Вы Находитесь В Таком Треугольнике Где Где У вас Есть Настоящий Молочек А Вы Еще Не Развелитесь Который Который Которого Традиционно Принято Считать Злодеем Там Всю Жизнь Испортил Там Там И Так Далее Есть Новый Мужчина Который Который Дает Новые Чувства Новые Эмоции И Который Призван Вот Спасти Да А Ну Спасти Там Вас Из Определенного Кризиса Есть Вы Что Являетесь В той Или Иной Степени Так Или Иначе Жертвой Либо Мужа Либо Текущего Мужчина Любовника Да Назовем Это Так Любовник То есть Вы Как будто Вы Сами За Ну Вот За Себя Как будто Принять Отвечается Как будто Чего-то Ждете Чего-то Ожидаете На что-то Надеетесь Чего-то Хотите Ну Вот Какой-то Посыл Даете Давно Даже Вот А Вас Не слышит Потому Что Это Через Смех Потому Что Это Как-то Несерьезно И так Да Еще Б Посмотреть На Ту Знаете Вот Какую Мысль Какие Мысли Вы Транслируете Своему Партнеру Какие Если угодно Сообщения Вы Транслируете Своему Ну Своим Мужинам Да Что это За мысли Которые Вы Транслируете Я уверен Что Это сообщение Которое Вы Можете Транслировать Ну Несколько Отличается Оттого Что Вам Кажется Вы Транслируете То есть Есть Разница Между тем Что Вы Думаете Транслировать И тем Что Вы На самом деле Транслируете Ваши Ваши Отношения Без Обязательств Где Вы Просто Развлекаетесь Где Вроде Как Нет Ничего Серьезного Отношения Вы Говорите В контексте Этих Отношений Что Было Бо Неплохо Если Бы Что Ты За меня Платил Что Некоторые Люди Вполне Могут Принять Это За Чистую Монету И Дело Здесь Не в вас И не в том Что Вы Какая То Неправильная Что Вы Меркантильная И так Да Нет Дело Здесь В самом Контексте Отношений И К Подходу В подходе К К Отношений Это Очень Важный Момент Это Очень Важный Аспект И Поэтому Мне Кажется Что Необходимо Внимание К Этому Это Не Значит Что Нужно Полностью Отказаться От Юмора Вообще Нет Это Не Значит Что Нужно Перестать Смеяться Перестать Говорить Какие-то Шутки Нет Но Если Мы Сютим То Неплохо Было Чтобы Человек Понимал Что Это Шутка Неплохо Было Чтобы Мы Были Уверены В том Что Человек Понимает Что Это Шутка А Не Так Что Он Может Воспринять Это Серьез Важное Чувство Что Вам Противно И То Что Вы Ничего Не Хотите Необходимо Тоже Ну Не Проанализировать Да Это Наверное Это Будет Неверно Сказать Проанализировать Необходимо Его Поиследовать Чтобы Вы Немножко Глубже Глубже Пошли Вы Сами Мне Написали Что Конкретно Здесь Противно И От Чего У вас Собственно Говоря Возникла Такая Апатия Резка К Время Провождению С этим Человеком Ведь Ничего Плохого Человек Не Сделал То Есть Вас Это Как То Характеризует Или Охарактеризовало То Вот Как Он Поступил Внешне Ничего Плохого Не Сделал Вас Это Как То Охарактеризовало Вам От Этого Стало Неприятно И Соответственно Вы Почувствовали Что Выглядит Не Так Для Него И Вероятно Для Себя Как Вам Хотелось Ну Люди Если Мы Берем Например Какую-то Норму Крайне Редко Делают Из Кого-то Других Людей В основном Люди Отражают Нам То Каким И Есть На самом Дело Не Всегда Это Происходит Так Как Хочется Нам Это Очень Часто Происходит Так Как Нам Не Хочется По Типу Комната Желаний Например Вот Но Как правило Происходит Именно Так Не Всегда Есть Исключения В частности Манипуляторы Социопаты Вот Точнее Психопаты Не социопаты Психопаты Могут Действительно Людей Менять Могут Действительно Людей Стараться Сломать Вот Но Даже У Таких Откровенно Патологических Отношений Присутствует Элемент Базы Далеко Не На Каждого Человека Такой Психопат Или Манипулятор Обратит Внимание Если На тебя Психопат Обращает Внимание То Конечно Это Его Проблема Проблема Психопата Но Тот вопрос Который Себе Необходимо Задать А почему Именно На меня Обратил Внимание Этот Человек Почему Именно Ко мне Он Подошел Почему Именно Меня Он Выбрал Можно Всегда Сказать Что Меня Выбрали Ну вот Потому что Нужно Было Кого То Выбрать Это Самый Легкий Способ Объяснить То Что Происходит Легкий Но Не Единственный Поэтому Не хотелось Бы Чтобы Допустим Вы Удовлетворялись Бы Этим Ответом Хотелось Бы Все Так Чтобы Вы Немножко Глубже Смотрели На Ситуацию И Немножечко Думали Что На этом Все Буду Благодарствовать За Обратную Связь По Моему Ответу Это Позволит Вам Начать Работу Над собой Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи